Привет, геодезисты! Мне удалось добиться установки базовой станции на нашем техникуме. Давайте перейдем сразу к ней, а потом уже я расскажу подробности. Блок управления Leica GR10 выглядит следующим образом. Ему нужно питание от розетки и сетевой кабель с интернетом и постоянным IP-адресом. Далее жирнючий кабель отправляется через вент-канал на крышу и подключается к самой антенне Leica AR10. Стоит она у нас на крыше четырехэтажного здания техникума. Я хотел вам все рассказать здесь, на фоне этого прекрасного озера. Но тут слишком громко орут чайки, поэтому я пойду на улицу вниз. Этих безумных чаек слышно вообще отовсюду. Даже досюда доносится их пронзительный мерзкий крик. Я вышел на улицу, чтобы просто проверить уровень сигнала. Насколько у нас здесь будут хорошие поправки. Я поставил тарелку. Вот она, GS16. И сейчас включаю RTK соединение. Все, инициализация завершена. И поправки у нас тут при 14 спутниках. При условии того, что тарелка находится практически на земле, поправки сейчас составляют примерно 1 см. 2D и 2 см по высоте. Если мы возьмем тарелку и поднимем ее повыше, то поправки становятся намного лучше. Они опускаются чуть ли не до 5 мм. Ну вот сейчас скачет 6-5 мм. Все, что главное я хочу вам сказать, я скажу дома, потому что здесь жарко. Во сколько обошлась установка? Бесплатно. Потому что в нашей зоне сети SmartNet не было. А компания Gexagon хочет расширять свою зону покрытия. Поэтому в качестве договора хранения базы они нам поставили ее безвозмездно. Что потребовалось для установки? Во-первых, я связался с компанией Gexagon. На официальном сайте у них есть адрес почты, на который им можно писать по этому вопросу. А далее со мной постоянно связывались различные представители компании через WhatsApp. И мы с ними решали такие вопросы, как, например, подписание договора. Когда будем ставить? Что будем ставить? Откуда пришлют? Кто приедет и поставит? Кто установит? Также вам нужен хороший сисадмин. Потому что на такие вопросы, как, например, какой у нас там интернет, сколько в нем мегабит, и как он работает, и где его подключать, я, конечно, ответить не могу. Благо у нас такой сисадмин есть. Он мне помогал. Спасибо, Андрей Юрьевич. Насколько далеко бьет сигнал? Если открыть сайт SmartNet Vision, то на нем можно найти карту зоны покрытия и указанием станций, где они находятся и докуда они бьют. Вот наша база. Она находится в поселке Мичуринское. Радиус ее покрытия бьет от Мичуринского на север до Приозерска, но покрывает его только наполовину. На юг до Сестрорецка, на запад сигнал не доходит до Выборга, но покрывает Гаврилово, а на восток заходит на Ладожское озеро и полностью покрывает Запорожское. Так что теперь местные геодезисты, работающие с поправками от SmartNet, могут подключаться к нашей станции. Так зачем же я запарился с ее установкой? Ближайшие три станции находятся в Питере, и радиус их действия не доходил до нас примерно 20 километров. И даже несмотря на это, наши роверы принимали от них сигнал с поправками около полутора сантиметров. Правда, захват сигнала происходил достаточно долго и частенько обрывался. Теперь же, в условиях позиционирования вблизи новой станции, захват сигнала происходит практически моментально, меньше чем за секунду. Да и, как я уже говорил ранее, поправки можно словить аж до 4-6 миллиметров. Это вполне себе возможно, причем достаточно быстро. Да и к тому же, близ деревьев сигнал не пропадает. А значит, работать можно спокойно, а главное, качественно. Ну и, конечно же, спасибо компании Гексагон. Это не реклама, мне никто не платит. Ну и до встречи в новых роликах, друзья!